Здравствуйте всем! Стало ли меня видно? Я пытаюсь всегда как-то вот расположить камеру, чтобы самого себя не пугаться. Экран появился, ура, заработало. Я, видимо, всю жизнь страдаю магическим мышлением, которое требует инфляции. То есть есть вещи, которые я прекрасно ощущаю в себе. Я, тем не менее, не знаю, что такое магическое мышление. Я бы и рад сказать, что магическое мышление, как Фрейд это утверждал, оно свойственно первобытному обществу, первобытному мышлению. И в норме свойственно детям в возрасте от 3 до 5 лет. Если вы помните, это еще по Шандеру Ференце, ближайшему Фрейдову ученику, и возраст детского всемогущества. Магическое мышление, собственно, это написано в книге, в трактате Фрейда «Тотем и табу» в 1913 году. Магическое мышление – это убежденность в том, что влиять на действительность можно посредством действий, как правило, ритуальных, символических мыслей или слов. Фрейд называл первобытного человека. У него есть, наверное, большое счастье было в то время. Он вообще знал, что это такое. Что такое примитивное мышление, ему это было легко понять. Где-то, наверное, со второй половины XX века, после Великих войн, люди перестали понимать, что же все-таки такое примитивное мышление. Фрейд утверждал, что первобытный человек был человеком примитивным. И в строгом смысле испытывал громадное доверие к всемогуществу своих желаний. В сущности, все, что человек хочет, должно произойти, может произойти, если он знает соответствующие магические обряды и заклинания. В строгом смысле этого слова для него и для очень многих антропологов, на самом деле, мышление того самого первобытного общества было устроено совершенно по-другому. Индивидуальность, как таковая, не имела значения. Племя в некотором роде чувствовало себя как единый организм, как почти один человек с некоторыми нюансами этого утверждения, и с головой в виде вождя или в виде вождя и шамана, если хотите, правого и левого полушария. Видимо, выделение этих самых вождей и шаманов или вождей и жрецов стало происходить, на самом деле, много позже. Мышление есть понятие весьма относительное, потому что какой бы смысл был мне разговаривать с вами, если бы у меня не было там по радио, или здесь в формате вебинара, или еще где-то, если бы у меня не было надежды, каким-то образом вас изменить с помощью слов. Ну, изменить, конечно, не обязательно желаемую мне сторону. Ну, как тогда вас воздействовать? Вне всякого сомнения, слова – это обмен магическими воздействиями друг на друга, поэтому мы все время путаемся в таких понятиях, как манипуляция. В основе веры в духов, вообще любой религии, само собой, понятно, суеверий, само собой, понятно, искусства, лежит именно этот самый детский, регрессивный феномен магического мышления, от которого мы никак не можем никакими способами избавиться. Мы говорили, что ребенок с помощью крика сохраняет свое чувство единства с матерью. Он как бы является чем-то вроде вот этой партиципации, чувства единства первобытного племени. Это термин Леви Брюля. Он совершает некоторый магический акт. Для него еще пока не вполне осознанно. И он кричит. В ответ появляется грудь, и его удовлетворяют. Есть мое желание есть, и оно должно быть удовлетворено, по возможности, немедленно. Мама перестает кормить по ночам. Отучает от ночного кормления. И тогда ребенок, как считал Шандер Ференци, описывая то самое состояние детского всемогущества, тогда ребенок воображает у себя в душе, в сознании, грудь. И рано или поздно засыпает, удовлетворяясь символически. И это вот и есть самый первый магический акт. Потом художник Рембрандт будет рисовать себя с Саски на коленях. И эти картины действительно навечно сохранят их молодыми, полными света, полными сил, полными радости. И они такими и останутся для человечества. Так получается в тотеме у Табу и Фрейда, что рисование картин – это тот самый младенческий, ну, не только картин, практически любое проявление того, что мы называем искусством, это и есть создание некого символического магического объекта, который выполняет некие невыполнимые желания художника, создателя, творца. А, соответственно, тот зритель, тайное, бессознательное желание и стремление которого совпадают с желаниями и стремлениями художника, точно так же будет ощущать насыщение от того, на что будет смотреть соответствующее искусство. Вот это Ференций считал первой стадией детского всемогущества или первым этапом формирования магического мышления, создания воображаемых объектов. Помните, мы с вами говорили про воображаемые объекты, волшебные палочки, вы это всё должны уже знать или чувствовать. Следующий этап – это жест. Должен вызвать какие-то желаемые людьми изменения. Ну, вот австралийские племена, африканские бушмены до сих пор вызывают в ритуале вызывания дождя, используют ритуальное же мочеиспускание как абсолютно аналогичный процесс. Они просят небеса сделать то же самое. Отсюда из некого набора жестов, как правило, жестов для Фрейда и Ференца, они же классические психоаналитики, практически в обязательном порядке сексуальных, возникает что-то, чего они хотят от природы. Естественно, да, заклинания плодородия строились на фаллических жестах или даже на прямой демонстрации полового акта и всяких разных коллективных оргиях во время праздников плодородия. Практически так случалось по всему миру. Третья стадия магического мышления – это стадия мышления предметная, которую вы можете наблюдать в кабинете на видеозаписи. В моем кабинете я имею в виду и решительно у всех психоаналитиков, потому что символические предметы были для них, ну, как минимум, заклинателями их собственных мыслей, с помощью которых они создавали и создают свои эпохальные труды, то есть свое искусство, свою разновидность искусства. Эти предметы всегда были аналогами, аналогами каких-то внутренних человеческих переживаний. И если вы внимательно посмотрите на рекламу парфюмерных товаров, то вы поймете, что столько магии, сколько вносят в свою рекламу парфюмерные фирмы, наверное, больше не существует нигде. Даже в рекламе фармпрепаратов. Но, тем не менее, это реклама некого магического ритуального акта. Вы не только покупаете некоторый предмет, но вы еще и одновременно надеетесь на то, что этот предмет выполнит вместо вас какое-то ваше более или менее тайное желание. Это, на самом деле, самое настоящее приворотное зелье. Ну вот, собственно, это и есть самое главное в магическом мышлении. У Николя Теслы были свои отношения с электричеством. И он считал электричество живым существом, электричество как целое. Если вдуматься, мы и сейчас не знаем, что такое электричество. Тесла считал живым существом, разговаривал с электричеством. В это время впадал в состояние наподобие кататонического ступора. И как-то умел договариваться с электричеством. Я уж не говорю о том, что он был человеком с феноменальным активным воображением. Об этом где-то на форуме писала Ирина. Вы можете почитать. Но вот он говорил с электричеством. И электричество ему что-то отвечало. И слушалось его. И я помню, где-то какое-то потрясающее описание, как он совершенно спокойно стоял с мокрыми ногами и держал в руках два оголенных провода под напряжением. И с ним ровным счетом ничего не происходило. Он разговаривал с электричеством. Я вам прошу эксперименты Тесла на себе не повторять. Ладно. Как бы потому, что это требует инфляции. Это требует прохождения через какой-то период отчаяния, встречи с каким-то своим мудрецом, который действительно способен сделать тебя вот этой самой частью природы, о которых писала Галинка. Но это, видимо, было невозможно в первобытном обществе, потому что вот этого самого эго, вот этой контрольной точки, вот этого самого самоосознания у первобытного человека, как мы предполагаем, не было. Хотя теперь уже, чего считать первобытным человеком, сказать очень трудно. Ну, и опять же, да, общение шамана с духами животных или предков. Общение. Я много раз и говорил, и писал, что я убежден, что да, они получали из этого общения огромное количество информации, которой пользовались, которая спасала племя. И что какие-нибудь шмены в Африке жили тысячелетиями, и выживали, поддерживали свой род куда эффективнее, чем Европа в 20-м веке. Только за счет вот этих самых указаний предков, которые буквально говорили, где откопать и как сварить травку или животное в пустыне, для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, куда надо переселяться, где есть пища. И, в общем, эти внутренние мудрецы, какой бы вид они ни принимали, вид им предает человек. Махатмы, джина, монаха. У меня не было такого опыта, таких переживаний. Только если был опыт переживаний такого рода путем сознательного, активного воображения, вот в тех упражнениях, которые я уже вам и давал. Поэтому я не имею, к сожалению, опыта ни хлыстовских родений, ни чеховской, ни юнгской, вот этой постоянной творческой бессонницы, когда они круглые сутки напролет писали, а кто-то обязательно говорил, ты сумасшедший, ты разговариваешь с пустым стулом, тебя надо лечить. Вот. Но поэтому я основываюсь точно так же, как и вы, сопоставляя описание. И это не магия, это что-то, не знаю, которое, что-то, что гораздо ближе какой-то первоначальной, изначальной религии человечества. Ой, привет, я одним глазочком в этом моле пришла. А были ли осознанные сновидения у меня нет, Катя, никогда такими вещами не занимался. Я занимался только активным воображением, то есть, только тем, чему пытаюсь учить. Поэтому я никогда, если бы я умел, бывал бы в осознанных сновидениях, то я бы, конечно, гораздо больше об этом говорил, чем мы об этом говорим. Можете почитать еще на тему шаманская болезнь. Да, потому что это вот человек, которого тянет из дома убежать в лес, он там убегает, живет в лесу, там переживает отчаяние, чуть ли не духовную смерть, и очень часто режет себе вены. И тогда приходит какой-то дух, который его утешает, становится его духом-помощником, и тогда его выбирают шаман. Ну, там, я, конечно, предел упрощаю эту историю, но история страшно интересная, абсолютно реальная, описанная там на протяжении столетий разными людьми, и поэтому когда я говорю про черного монаха, я, наверное, так и не ответил Ирина на вопрос, нужно лечить галлюцинацию, или не нужно лечить галлюцинацию, нужно не торопиться лечить галлюцинацию, потому что если человеку она помогает что-то производить, и то, что он производит, как бы, то, что он пишет или делает, оно как бы наполнено смыслом, мы не знаем этого про Коврина, у Чехова никогда ничего до конца неизвестно, он же почему-то там уничтожил то, что он написал, до тех пор, пока он сам критически к этому относится, и немножко посмеивается над собой, говоря о своих собственных галлюцинациях, ну, собственно, все это можно посмотреть, господи, как она называется, картина, которую Оскара получила математики лауреатия Нобелевской премии, что-то про разум, напомните мне, пожалуйста, игры разума, да, что-то я это, какие-то слова у меня стали выпадать из головы, я хочу сказать, что там все описано, вот он научился контролировать свои галлюцинации, они не проходят, они тут, они его то пугают, то доставляют радость, потому что это на самом деле какие-то комплексы его детских воспоминаний, он мучительно одинок, как многие математики, да, потому что вот он работает в области абстрактных, максимальных абстрактных идей, которые только возможны, и как только его начинают лечить, эти образы уходят, только он работать не может, да, как только его прекращают лечить, он там начинает говорить правду, что другим совсем не нравится, политеза не теряет способность придерживаться, поэтому так люди держатся от него в стороне, но зато он получает возможность, они в конце концов это понимают, он получает возможность работать, наверное, все-таки для него это лучшим оказывается вариантом жизни, правда? Существует некоторый момент, когда человек целиком погружается в мир галлюцинации, перестает с ними спорить, они начинают им управлять, его поступки становятся непредсказуемыми, тогда его, конечно, нужно лечить, но у Коврина ничего похожего не было, если хотите, у него были как видимо у самого Чехова какие-то шаманские осужденные сновидения или галлюцинации, которые просоночные, которые как бы его поддерживали и уверяли в том, что он может и должен писать дальше, чехов, я имею ввиду, так я это чувствую, по крайней мере. Ну вот поэтому я как бы пытаюсь научить вас различать магическое мышление, вот эту самую экономию времени и усилий и тяжкий труд, который связан с инфляцией без сумасшествия, то есть способностью пробиться к этим вот истокам коллективного бессознательного, к тем помогающим образом, может быть и силам. Тут я ничего не могу сказать, могу только сказать, что Юнг считал, что это тоже такой третий вид реальности. вот и что единственная возможная магия, это магия любви и поддержки друг друга, даже несмотря на то, что она периодически упирается в пределы отчаяния, от непонимания. надо учиться этой магии, не попыткам бросаться чем-то друг в друга из-за бетонных заборов, которыми окружен твой персональный райский сад. Спасибо вам, Саша, что вы любите и поддерживаете Александра Геннадьевича. Галинка любит, Дина спасибо, Света спасибо, Сергея огромное спасибо. Огромное всем пожалуйста, приходите. Вы же знаете, что я, для меня правда радостно, когда вы меня слушаете, понимаете, пишете на форуме, задаете вопросы, приходите на вебинары. Наверное, это самое важное, что у меня сейчас есть. Поэтому спасибо вам всем большое. Тогда до встречи 19-го здесь в эфире. Кто может прийти на клуб, приходите, мы будем тренироваться, будем учиться эмпатии. Будем пытаться ответить на этот вопрос, можем мы понять друг друга или нет, только экспериментально. Спасибо вам огромное, всего доброго. Добавил India жалю. Добавил India